Диана Елисеевна Кан Здравствуйте Вы встретились с Оренбургом в 19 лет? Нет, я не в 19 лет У меня тут бабушка, дедушка У меня тут предки, много поколений предков по материнской линии Вот Ну вот Какие-то детские впечатления, когда начинаешь вспоминать То я приезжала сюда Папа военный был И вот папа ждал встречи с Оренбургом Мы жили в городе Гарнизоне Южном И там, наверное, пива не было Ну хоть попью оренбургского пива То есть он ценил, он был ценитель такой А я поем оренбургского мороженого И я помню, что я так однажды объелась его на обеловке Не знаю, сколько мне было лет Года три или четыре Видимо, папа покупал столько, сколько я съем И вот я потом лет десять, наверное, не могла смотреть на мороженое То есть много впечатлений было И по этой зауральной роще Там у тетушки была дача Через рощу шли Мне это очень нравилось Ну да, и мне кажется, что Вы жили в военном городе в Термезе Да, в Термезе В Узбекистане Да, да, да Это Узбекистан Конечно, я думаю, что здесь совсем по-другому Да, это разные совершенно как бы Разные Даже ландшафт разный Да, да Я думаю, что если ребенок увидит с детства Как можно более разнообразный ландшафт То это лучше Хотя, с другой стороны, я считаю, что человек, где родился, там и пригодился В идеале Жить, чтобы люди жили на одном месте Чтобы они были в почве укоренены Но, видите, мы живем в такой жизни В такой жизни, что этого не получается, к сожалению Да, да Диана Елисеевна, когда вы решили писать стихи? Ну, я вообще, как бы Хотя, есть такой писатель прекрасный, Слаухин Он говорит, что нету вообще Чем поэзия выше, чем проза Он говорит, почему? Потому что мы знаем очень много прекрасных поэтов Которые, став уже поэтами с большой буквы Да, они начинали писать прозу И прекрасно выходил Мы знаем тут Убунин Я про Пушкина и Лермонтова уже не говорю Да, да, да Набоков и прочее Но мы не знаем ни одного случая обратного Обратного Нету таких случаев, да Но вот я вот хочу сказать, что я есть тот случай Потому что в детстве, ну, конечно, эту прозу назвать нельзя Я стихов не писала Я в детстве писала рассказы А нет, даже романы я писала Палеонтологические такие Палеонтологические романы Я увлекалась палеонтологией И мне за это давали списывать математику То есть И еще я писала такие, знаете, эпиграммы На одноклассников учителей очень злые Вот из поэзии А стихи, собственно, стихи Они, вы знаете, я считаю, стихи Ты их не пишешь Они сами пишут себя И тебя заодно переписывают Они сами приходят Вот приехали сюда, в Оренбург И я в 19 лет я начала писать стихи Я долгое время думала, что это прямо с нуля я начала Я раньше не писала Вот, и помню, тогда был Я ходила где-то где они дали О, это, Мусаджалер еще Хомутов был Гена Федорович И он говорил, как же ты не писала Он всегда с таким подозрением на меня Это ничего в детстве Ты не могла не писать в детстве Ты писала Я говорю, нет, я не писала Я вот пишу с 19 лет А потом как-то я вот недавно Буквы до 2 назад Я вспомнила вот эти свои романы И думаю, ну да В принципе, наверное, случаев нету Если ребенок как бы пишет Он начинает, с детства у него проявляется То есть Оренбург это моя поэтическая родина, собственно говоря Родина поэзии, где стала писать стихи Опишите свое самое большое достижение И самый впечатляющий провал Ну я же начну с провала Я считаю, что, вы знаете, провалы Бывают такие провалы, которые ведут нас Вперед Вперед, да Они необходимы Да, и бывают такие победы, которые как бы Она порой приходит, эта победа В обличии поражения часто Спасение приходит к нам в обличии бедствия В жизни все так неоднозначно Ну провал, я считаю Это я сейчас очень рада, что он был в моей жизни Это когда меня зарубили на Всероссийском совещании Семена в 1994 году Мой любимый поэт Юрий Кузнецов Который мне бы так было счастлива, что попала В Москве на базилет-институт Это все проводилось Он, в общем-то, как бы похвалил мои стихи Ну я, конечно Ну я, конечно, я понимаю Это я сейчас сама вижу Когда начинают печататься молодые Звезда вырастает Это неизбежно Корона вырастает Это как бы искушение такое человек Медными трубами, да Проходит И, к сожалению, не все из этой зоны турбулентности выходят Вот А мне помог выйти Кузнецов Он, видимо, увидел это все Несмотря на то, что стихи похвалил Я была уверена, что меня примут Думаю, да и все в Олимпу Как тебя они примут? Тебя примут, конечно Я такая пришла вся из себя Значит, читают список этих принятых И чувствую, ну, пап, а у меня нету Я без под меня кресло поплыло Я чувствую, думаю, что я что-то не поняла Как это так? Вот Ну то есть, если я до этого как бы сменевалась Там ехать мне в Москву Не ехать на высшие леткурсы То тут я уже поняла, что я думаю Я была такая злая на Кузнецову Думаю, я тебе докажу, что я парит Докажу Просто Но вот сейчас я понимаю, что вот Сделав вроде мне это зло Насколько это был добрый человек Он сделал мне добро Потому что это, я считаю, мой главный провал И главное мое достижение Это два в одном Вот как-то так получилось Замечательно Диана Евсеева, вы любите читать? Очень я люблю читать Ваши любимые книги? Ой, я вот начинаю читать книгу И думаю, что вот это моя любимая книга И у меня столько Если бы я, наверное, была мужчиной, как говорится Вам какие нравятся девушки? Как у меня был у папы один знакомый Молодой офицер А какие тебе нравятся женщины светлые? Он говорит, да, они мне все нравятся Вот я как тут молодой офицер Говорю, они мне все нравятся книги Потому что если я беру читать Как бы сказать Наверное, нет книг таких Которую мы открываем И которые не надо было читать Раз мы ее открыли Значит, зачем-то это надо Порой мы понимаем потом уже, что Вот зачем Поэтому все я книги люблю Все Если у вас свободное время И чем вы заниматься любите В свободное время? Читать я люблю в свободное время Но свободного времени очень мало К сожалению Что-то я пытаюсь там руками делать Какие-то эти Но это как бы не Это скорее я отключаюсь просто Переключаюсь на совсем другое Отдыхаете А так хочется, в общем-то, читать И понимаешь, что столько книг Не прочитано Я не могу сказать, что При всем моей любви к чтению Что я читающей была Где-то в юности Потому что приходишь Когда на литобеденение И ты общаешься Вот и даже вот с нашими Оренбургскими тогдашними Моими ровесниками Я слушаю, думаю Столько они всего читали То есть было модно читать И понимаете, было нельзя Как бы показаться невежей Хотя я по своей наглости Говорила, а я не читала Я не читала Я таки потом это почитаю И потом думаю, вы знаете Иногда, может быть, какие-то книги Надо читать уже До них надо дорасти Как вот там у вас В прекрасном вашем фойе Висит цитата Блока Что да, книга это великое вещество Уметь ее пользоваться А еще говорят, что если в книгу глядит В Библию глядит осел То сложно ждать, что оттуда выглядит Апостол Павел То есть вот До книги надо дорасти Всем нам Есть ли у вас свой девиз Про жизнь? Девиз Вы знаете Я один, наверное, один какой-то девиз не выделю Потому что у меня столько их, этих девизов Я вообще люблю высказывания умных людей читать И каждая, я думаю, в какой-то ситуации Становится девизом Да, девизом Скажите, изменила ли вас популярность? Вас же узнают в городе Все знают Вы знаете, я, как бы сказать Я человек не публичный Не публичный Я этого не люблю Я даже, если бы сказала, аутист такой Да, конечно, когда я это говорю Никто не верит, но я-то знаю, что это так Вот Но я считаю, что человек Вообще творец, да Тот, что что-то создает Он должен жить в своих В своих произведениях Женщина-мать живет в своих детях Да, то есть По детям ее мы судим о ней Писатель должен жить в своих книгах Он не должен светиться Тусоваться Так сказать Ну, может быть, конечно, надо быть узнаваемым Я вообще мечтаю, чтобы я ехала в метро в Москве Чтобы сидели рядом со мной по обе стороны люди Читали мои книги Или читали меня Но при этом меня никто не узнавал Я могла жить своей жизнью А стихи были отдельные И жили своей жизнью Это ваша мечта? Да, это моя мечта Вы ответили на следующий вопрос Который созрел А вы знаете, я хочу что сказать Как-то есть такой писатель, классик Сейчас, наверное, он лучший прозаик Это самое Друг Ульяна Сына Григорьевича Распутина Владимир Крупин Он приезжал в Ренбург неоднократно И вот он говорит Я как-то еду в метро Диана И сидит девушка и читает мою книгу Я к ней подсела Говорю, девушка А эту книгу ведь я написала Она говорит, ты меня вот так поняла Он говорит, проспись, дядя То есть я считаю И он не обиделся Он так с повозкой? Да, да Он говорит, я был так счастлив Что вот читают мои книги Пусть меня не узнают И не надо, но книги читают Вот я Читаю, что это хорошо Вы хотели бы Что-то поменять в своей жизни Я думаю, что если надо будет Поменять что-то Господь мне это поменяет И он поставит меня в такие условия Что, как говорится Я буду вынуждена поменять Потому что я не люблю Менять ничего в жизни Я человек, как бы консерватор Такой Я считаю, что Это, ну Сейчас, конечно Надо бежать за будущим Все такое прочее Сейчас все куда-то мы бежим Бежим, бежим Иногда надо остановиться Я думаю, что и ковид нам этот Свыше попущет Чтобы мы остановились Задумались Пауза какую-то Переосмыслили, может быть, что-то Возникало ли у вас желание Начать все с чистого листа? Периодически Возникает Я думаю Я же вот хотела быть дизайнером Как бы я сейчас была Вот у вас есть одна книга Называется она Бактрийский горизонт Что это значит? Что это за Бактрийский горизонт? Это есть у археологов Которые копают на территории Средней Азии Там была такая странная Извиняюсь Бактрия Бактрия И вот у них есть у археологов Такое Ну, не то, что поверят Профессионально Что если ты хочешь что-то найти Ты должен копать глубже Чем копали до тебя В противном случае Ты будешь копаться во вторичном Я думаю, что это вообще Во всех Во всех Областях жизни Во всех областях жизни Если ты хочешь что-то найти Надо идти глубже Если ты хочешь что-то достичь Надо взлетать выше Потому что Мы знаем Наших писательских классиков У них Бывают Ну, неудачи Да, у того же Есенина Вот Поэт очень Такой разный Он очень разный Если говорить С точки зрения техники Да Но У него есть такие точки Высокие Он настолько высоко взлетел Перелететь его никто не смог И мы судим его Не потому что он Так сказать Упал однажды Крылом зачерпнул Не так Мы судим По высшим точкам Я еще В тот раз сидели На семинаре Я говорю Когда стихи идут И жизнь идет Вот так Вот так Это плохо Стихи должны идти И мне пришла В голову мысль Что когда Знаете Делают кардиограмму Когда сердце живое Оно вот так Свыше Бог дает Конечно Как награду Может быть А может как испытание Да Однозначно не скажешь Не скажешь Ни в отношении работы Ни в отношении Везения Но дело в том Что я хочу сказать Что мы все Стараемся Не поддаваться Обычно Не поддавайся Поражениям Но Не поддаваться Успеху Это гораздо сложнее Это гораздо сложнее А может быть И важнее А может быть И самое главное Это тут человек На проще Спривляется Как вы относитесь К людям Которые говорят Правду в лицо Ну смотря Как поддавать Эту правду Ее же можно Шевернуть Как половую тряпку В лицо Можно поддать Как пальто Я считаю Что И потому что Такое правда Правда Понимаете Когда врач Мы приходим К врачу Он говорит Вы умрете Это же правда Но Нам после этого Становится плохо Я не думаю Что это хороший врач Потому что Если после беседы С врачом Это такая Сейчас у нас Самая больная Ассоциация Насущная Если пациенту После общения С врачом Не стало лучше Это не врач Он и словом Лечит Поэтому правда Это все Иногда просто хамство Выдается за правду Очень часто Согласна Согласна Скажите А если бы имели Возможность Встретиться с собой С маленькой Вот Что бы вы себе Сказали Ну Вы знаете Когда Есть такой Психологический прием Даже это Психиатрический прием Когда у человека В депрессии И эта депрессия Затягивается Надо вспомнить Себе маленького И надо полюбить Этого ребенка Обязательно Потому что Это ты Это лучшее в тебе Пожалеть Преласкать Поговорить с этим ребенком И вам станет легче Это ваш золотой запас Вот Поэтому я бы сказала Что Я бы сказала Себе маленькой Будь собой Не бойся Что тебе скажут Что ты Ты же девочка Вот это вот Постоянно Знаете Все мы росли В такой ситуации Были советские девочки Это в таком Другом обществе Допустим Да Допустим В Америке В Англии Говорили Что девочка Должна быть настоящей леди Из нас леди Не воспитывай Это самая лучшая Это самая красивая Да То есть она Ты должна Ты должна Это система Ограничений Порой она очень мешает Человеку Потому что Все мы разные Есть девочки Которых Ну огранить нельзя Вот опять-таки Возьмем вот уже Скарлетту Хару В каждой из нас живет Ну конечно Девочка должна Сеть Вот я Как бы сказать Когда человек живет Двойной жизнью С одной стороны Может хорошо Вот у меня была вынуждена В детстве жить Такой двойной жизнью Потому что Меня усадили за пианино Со второго класса И я там 7 лет В общем-то Как бы не любя Любя музыку Но не любя Исполнительство Это не мое Вот И я вот Как говорится Была вынуждена сидеть А я в это время Хотела играть Играть С своими сверстниками Но я конечно Иногда срывалась С этих сцепей И бежала играть Но я думаю Что это правильно И я одно время Ненавидела музыку Очень была обижена На отца Который меня Вот туда Отдал Вот на эти На эти Музыкальные галеры Но Я недавно Как-то поняла Что я Понимаете Что поэзия 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 Мне бы Больше всего Дала Даже не литинститут Конечно Это огранка была В семинаре Кузнецова Я очень рада И потом Второй муж Мне попался Тоже Тоже гениальный поэт Это огранка Но изначально Музыку почувствовать Я Это мне дала музыкалка Хотя я ее Ненавидела Значит Так было Что надо Вот Диана Елисеевна А что-нибудь Любимое Прочтите Свою Ой Я даже не готова Честно говоря Читать стихи Мне не сказали Мы вам не сказали Ну Четыре Растиши Прям Вот Вы не помните У вас есть Слова Предназначение Женщины Крошки Со стола Только сегодня Сейчас поняла Самое Женское в мире Занятие Хлебные крошки Сметать со стола Да Но это стихи Еще Такое Довольно Давнее Как бы Оренбургское Я вот Попытаюсь Самое первое Своё стихи Прочитать Оно кстати Открывает Мою самую первую книгу Оно практически Написалось У меня первое Ничего там Я в нем Не правила И сейчас Когда я читаю Самое главное Что когда ты Идешь рост Я говорю Когда автор Издает свою книгу Первую Чтобы не было Потом стыдно Тебе за нее Поэтому не надо Спешить Не надо Когда человек Идет рост Он говорит Господи Боже мой Какой кошмар То есть Надо понимать Конечно Что мы в пять лет Любим Хоть согрел Но все они написаны Спасибо Спасибо огромное Спасибо большое Субтитры Субтитры